Продолжение следует... 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 Им должно было удивиться силе Спасителя и уверовать в Него, а они, сказано, просели, то есть умоляли Иисуса отойти от них, ибо они боялись, чтобы еще не потерпеть какого-нибудь другого убытка, подобно тому, как они лишили свиней. Но получившее исцеление представляет непререкаемое доказательство исцеления. Он стал настолько здоров умом, что познал Иисуса и просил его, чтобы быть с Ним. Вероятно, он боялся, чтобы по удалению от Иисуса ему снова не попасть во власть бесов. Но Господь, показывая ему, что он, не будучи Иисусом, но покрываемый Его благодатью, может быть выше бесовских сетей, говорит ему. «Возврати из дома твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Не сказал, что я сотворил тебе, чтобы нам подать образец смиренно-мудрый, чтобы мы всякое счастливо совершенное дело относили к Богу. Но исцеленный был настолько благоразумен, что рассказывал о том, что сделал ему Иисус. Хотя Господь заповедовал ему рассказывать о том, что сотворил ему Бог, а он рассказывает, что сделал ему Иисус. И так и нам. Когда сделаем кому-нибудь добро, не должно желать проповедания об оном. А тот, кому сделано добро, должен возвещать о нем. Хотя бы мы и не желали сего. Аминь». «Благоу. Аллилуйя. Детей можно отпустить?» «Можно я, знаешь, дать детей скажу, детки, задержитесь трогать две минуты?» «Деточки, мои дорогие. У нас из маленьких остались только Варвара и Агафья. Все остальные у нас дети уже большенькие. До школьного возраста только Полина, да? Она шесть лет ей?» «Да». «Шесть лет, я считаю, это уже возраст большой. Для того, чтобы не спать на службе. И особенно на литургии. Не уходить там, в комнату подремать или еще что-то. Это совсем даже нехорошо. Родители, обратите внимание, чтобы ваши дети с вечера не бодрствовали долго. Ложитесь пораньше в субботу, чтобы в воскресенье вы бодрствовали на молитве. Вы меня все слышите? Вы начинаете закрывать глаза на проповеди. Потом встаете, вас поднимают. Это не всех касается. Кого это касается, дети, вспоминайте сами. Я не буду называть имена, фамилии. Вас начинают поднимать, вы упорно убираете руку. «Не трожь меня, я хочу сидеть на Евангелии». Когда открываются царские врата, то же самое. Потом, в конечном итоге, вы уходите в детскую комнату и ложитесь со спокойной совестью спать. Совесть не должна быть спокойна в этот момент. Вздрогните, пожалуйста. Родители тоже касается. Обратите внимание, чтобы дети в субботу ложились раньше и на службе не спали, а бодрствовали. Еще можно? К детям и к родителям обращусь. Два момента. Когда появится у нас символ веры, достойно есть, и Богородица, Деву, радуйся. Все такие молитвы, очень наш. Все должны петь. Я смотрю, дети, они вообще ничего не учат у родителей. Они все стоят, молчат. Мне наоборот, я даже заметил, еще больше. Раз вот такие прям примкнутся сразу. Никто не поет. На клире, следующий момент, это первый. Второе. На клире стоит огромная толпа детей уже. Я стоял там немножко, постоял на клире. Они не поют. Никто. Давайте, кто там клиром занимается, прослушайте, кто из них поет, не поет, и поставьте их на те места, где они будут стоять просто. И пускай стоят они там, и стоят, и не хотят петь, не заставляйте их петь. Что у них, голоса ангельские или что, я так и не понял. Ни одного ребенка я не услышал, стоял. Поэтому давайте клир немножко подочистим, а то мне тоже петь иногда охота, туда не пробиться просто. Ну, как бы так, без юмора. Все, можете идти. Ну, хочешь петь, так пой. Тебя на клир. Вот Нестора прослушайте, он хочет петь. Это очень прекрасное замечание. Первый раз слышал, чтобы ребенок что-то хотел. Церковного. Ничего не хотят. Оставайтесь на занятиях, кстати, сотни. Кто может, роботы. Маму оставляйте. Давай я, Игорь, позвоню, скажу, чтобы он там болел. Пускай дети вокруг него ползаются. Обращались к детям, но прежде всего обращение к родителям. Дети есть продолжение наше. Какие вы, такие и родители. Конечно. Это я по себе знаю. Какие родители такие, Марь? Ну, пусть они перепутали. Как это? Оно одно и то же. Ну-ка, ну-ка, послушаем. Яблоко от яблони далеко не падает. Так? Дети учатся на подражании прежде всего. Прежде всего. Что мы делаем, то и дети делают. Если мы делаем хорошо, они могут делать хорошо. А если плохо, то они еще хуже нас будут делать, это плохо. И раньше. И раньше. А вот у меня вот такой вопрос. Батюшка говорил, мне нагинать тебе. Вот. И все. Мне кажется, уже искривление вот этого шейного позвонка уже у детей есть. Вот и нагинает. Да никто сейчас уже не нагинает. Вы сейчас уже не видите. Нагинает, нагинает. Ну, не побивать меня. Я вижу, сижу, вижу. Пальцами показывают, куда это ходит, куда это разговаривает. Наша тоже. Игорь, ты тоже следи за ними, чтобы они не мешали нам молиться. Вот я пришла молиться. А что, сегодня что-то было не так? Да сегодня не так. Сегодня было хорошо. Ну, слава Богу. Я тебе скажу. Хоть так. Не надо. Надо как-то детей дома приучать. Если он не помолился. Ну, правда же. Можно местописание привести сестре? Нагибай шею его. Вию написано. Шею, вию. С молодости. И гни так, чтобы до порога достала она. Он был вот такой здоровый, вот как сейчас они растут. На порог его. И ногой вот так ему наступить еще сверху. А он возьмет эту твою стопу, поцелует. Это в Библии все написано. И скажет. Отец, я счастлив, что ты у меня такой строгий и прекрасный воспитатель. Вот как должно быть. А тут не нагибайте позвоночник. Речь идет несколько теутрирующих. Там больше перенос там смысл. Но не во время службы это делать нужно. Но службы нужно делать. Нагибать, гибать вы ее. И учить. А во время службы, да, во время службы батюшка говорит. Дома не научили, здесь не научите за эти пять минут. Да. Аллилуйя. Да ладно. Вот. А то нагнешь вы ее, все разбегутся. Значит, оболяющийся. Правильно, брат, говорю? Тихо, разговаривай, когда все, у вас есть. И хорошо. Шубина Зоя у нас, она в храм пошла. Там у себя пока. Вроде все поджило у ней. Кравченко Валя звонила. Я разговаривала с ней. Она трубку, вот спросили. Она даже рядом, или она не слышит, или там у нее вверху, на втором этаже ее комната, может спускается вниз. Вот так редко дозвониться. Ну, позвонила ее снохе. Она так доброжелательна, в общем, все это. Хотите, даже позову ее сейчас. Ну, поговорили, я говорю, все нормально, все нормально. Ну, слава Богу. Передаю, потому что многие сестры подходили, спрашивали, как у Валя дела, как она там. Ну, там ей хорошо. Хотя она как птица в клетке. Сюда ее не пускают никак. А там, видимо, одна она, куда пойдет, если они спят. Оля Соклакова, она у нас, ну, вот за мамой и учится, сейчас вот учится, тоже говорит. Такая слабость, не могу, плохо. Она болеет у нас все время как-то вот плохо и плохо. Нина Жулнирова с ней разговаривали. Она вот просила нас, чтобы мы поблагодарили. Не все слышали, наверное, чтобы поблагодарили за мужа. Что исследования провели у него, что у него все нормализовалось. Но она просила молиться, продолжать, потому что ему продолжают лечение. И он еще на лечении находится, чтобы уже совсем окончательно, ну, это лечение. Иногда в руках врача бывает успеха. Двенующего. Ну, еще. Валя Барышникова. Вот у ней, помолитесь очень крепко за нее. Там у нее решается вопрос, или ее выселят, ну, вообще выбросят из ее дома. Или оформлять как-то надо, да, оформлять, она его не может. У нее документов нет. Она ходила... В президентскую приемную. Да, она уж там обращалась. Ей вроде бы советы хорошие, все вроде бы, ну, может кто-то из верующих ваших там, ну, это... Ну, оформить на себя вроде бы, а ты будешь продолжать жить или как-то. Ну, вот это надо, я ей сказала. Ты приезжай обязательно к Севастьяну, обратишься. У ней нет денег. У ней совершенно нет денег, понимаете. Человек вообще живет. Ну, поймешь когда-нибудь, Галя. Нет, дело не в том, что я не понимаю, что денег-то нет. Их же нету не из-за того, что... Ну, пенсии нет-то из-за чего? По ее причине-то. Она же ее не оформила. Ну, ладно, не будем это обсуждать, просто очень... Помолитесь о ней. Я очень, очень просила, на один конец только. Мы здесь тебе поможем все. Ну, у ней даже нет на один конец еще. Ну, она не хочет получать документ, который ведет к тому, чтобы иметь пенсию. Чтобы оформить этот дом. Ну, в заколдованном кругу сидит сама. Ну, как его разорвать? Только она может и молитвой. Но ее только можем молиться о том, что Господь ее вразумил, наставил на путь. Простите меня, пожалуйста. Никогда я не просила за себя. Помолитесь. У меня анализ не очень хороший. Помолитесь обо мне. Еще раз надо сдавать. Будет понедельник. Помоги, Господи. И еще одна просьба моя. Сегодня у внука моего Романа день рождения. 17 лет. Помолитесь, а. Когда? Сегодня. Метро будет, только маленький. Да. 2 метра. 2 метра уже. 2 метра высоты. видели всякие прям с летальным исходом. Господь милый. Теперь второе, что я хотела перед вами отчитаться о том, в чем меня Виктор Андреевич поставил ответственно. Это фонд Насте Дробот на лечение ее. К нам поступали деньги, и я так как сама воспитываю своих детей в благодарности Богу и людям, которые оказывают милость, я написала список людей, которые помогли финансово Насте в этом. Ваня, вот ты один из представителей вашей семьи, детей здесь. Этот список я передам вам. И вы молитесь об этих людях. Они оказали очень хорошую финансовую поддержку вашей маме. Почему мы собираем эти деньги? Поскольку все мы знаем, что в этой семье такое лечение им не потянуть. Возможно, они пропормятся, угля купят, но лечение очень дорогостоящее, Виктор Андреевич знает. Эти деньги я полностью перечисляю Виктору Андреевичу, что есть, он говорит, когда я ему эти деньги перечисляю, а он покупает нужные препараты, все, что нужно. Процедуры, возможно, какие-то платные. Теперь в этом списке также люди, которые, телезрители Игнатия Тихоновича, они высылали деньги, но так как у нас собрание выставляются недели через две, потом они увидят. Я хочу просто их предупредить, что ваши деньги дошли. Это Игорь Евгеньевич, ваш добрый взнос, дошел до нас. Юлия Александровна, тоже деньги пришли. И также я включила сюда Ксению Валерьевну. Она не единожды помогала уже Насте. Так что здесь все люди, все сестры, братья, которые вы тоже сдавали деньги, ваши имена тоже в этом списке. Молитесь за благодетелей. Оказали хорошую финансовую поддержку вашей маме. Возможно, я кого-то не записала, вы тоже у нас очень добродетельная и тайна. Подождите, и тайна подаете где-то. Можете, вот я здесь оставлю, записать свои имена, кого я не записала. Тот, кто мне лично давал деньги, Виктор Андреевич, который список мне давал, я всех записала. Кого не записала, запишите, дроботы возьмут, будут молиться. Нину Жолнирову запишите. Давай. Запишите, конечно. Батюшку запишите и отца Иоанна. Запишешь, Тать? И не забывайте молиться вот ежедневно за Виктора Андреевича. Потому что он все это курирует дело, все контролирует здоровья вашей мамы. Прежде всего, дети, я к вам обращаюсь. Понимаешь, Вань? Всем ребятишкам это передай. Это нужна молитва за благодетелей. Список пока полежит здесь. И еще один момент. У нас происходит некоторое... Говорят, вот вы любвисты, вам любви надо. Я особой любви от вас не прошу. Но я прошу от вас почтительности, особенно к старшим. Младшие ко старшим. Когда вам кто-то мешает, с костыльком она стоит, сестра, не там вам кажется она стала. Или еще там вот есть без костылька, она чуть стоит, мы пройдем здорово, и она там шатается, чуть ли не падает. Будьте, пожалуйста, почтительны к их немощам, к их возрасту. Уважительны. Потому что и мы, пока что в своем здравом теле, возможно, если Господь продлит нашу жизнь, тоже будем в таком состоянии. И будет очень горько нам вспоминать то, когда мы что-то сказали сестре, ты там вот тут вечно со своим костылем стоишь, или еще что-то подобное. Это просто недопустимо. из уст христианина такое просто выпадывать недорожную. Обратите внимание, будьте почтительны. У меня все. Спасибо. Спасибо, Христос. Сестра, у вас такие ценные замечания, особенно о почтительности друг к другу. К почтительности призывайте друг к другу. Призывает нас Господь. К почтительности призывайте. Простите. Да, любите друг друга. Да. Ну, и я поблагодарить хотела. Спасибо, Христос. Молитву и на помощь. Пожжемте. Молитву и на помощь очень ваше помогают, потому что из тебя сил у меня пока. Еще просьба молиться делать в том, что я постоянно мерзла. У меня жира нет у прокладки жировой. Я постоянно мерзла. Я мерзла даже ночью под двумя одеялами. Поэтому просто зима надвигается. Молите, чтобы мне Господь дал сил ходить сюда, в храм. Холодно. Очень холодно. Даже сегодня одела зимние одежды. Мерзла. Благодарю всех за финансовую помощь. Это очень действительно очень помогает, потому что сейчас действительно и продукты те, которые детям готовлю, которые мужу готовлю, я не могу есть. Мне другое надо. И детские питания я покупаю и ем, потому что не усваивается. Поэтому благодарен большое. С вами дайте все, что происходит. Паси Христу всех. Слава Христу. Помоги Богу. Так, Андрей работает. Андрей работает. Андрей старается. Но бес все равно держит. Потому что время от времени он приходит, говорит, ну прости меня, говорит, маленечко пиво, говорит, он маленечко пиво, говорит, но не напивается. То есть пьяный он уже не приходит. Запах есть? Молеет. То есть действительно постоянно на крыльях молитвы. Наши братья, вот и Андрей, и... Боже мой. Такое. А, подойдут. Можно? Да. Микоила. Прошу прощения за еще одно выступление. Просто сестры ко мне подступают периодически с вопросом, что я должна эти деньги, которые выделены на лечение, куда-то направить. Одно было предложение направить на что-то, утепление комнаты. Второе вот сейчас на еду или еще на что-то. Это конкретно на лечение сестры. По финансам смотрите. По финансам это конкретно на лечение. Это человек инвалид. Она теперь до конца дней будет лечиться. Ну давайте мы сейчас отдадим на питание детям. На питание ей, подожди, я договорю, Надя. Дальше на что мы будем лечить? Там не такие большие деньги. Этот человек нуждается в постоянном лечении. Теперь до конца своей дней. Поэтому эта копилка... Я прошу вас не обижаться. Я не распоряжаюсь этими деньгами. Виктор Андреевич целенаправлено на лечение. Какое-то питание он ей тоже там покупает периодически. Он там знает, что покупает. Если вы хотите собирать деньги ей на питание конкретно, на питание или еще что-то. Вот Надя объявляла вот в эту копилочку. Либо, пожалуйста, подходите лично к Насте. Если вы будете подходить с деньгами ко мне, эти деньги будут направляться на лечение через Виктора Андреевича. Я думаю, этот вопрос уже исчерпан. Все услышали, что эти деньги я никуда не буду направлять, на другие какие-то средства эти выделять. Только на лечение. Адамант. Понятно. И хорошо. Ну и кроме того, кроме на лечение, надо еще и поблагодарить кого-то. Я же прикажу, вот так вот, ну сделайте, пожалуйста, там вот тот, который будет 5-10 лет полечить. И везде нужно вот так вот, как говорится, сухая ложка, рот. В краевой больнице это только краевые пациенты. Она городская. Это получается, Виктор Андреевич договаривается, все эти договора... Ну вот, например, барокамера. Ну, во-первых, мне нужно было преодолеть, так сказать, предвзятое мнение заведующего отделения, лечащего врача, договориться с этим заведующим отделением барокамера, провести это лечение. Получили эффект. Слава Богу, алибуя. Значит, все нужно было преодолеть, и каждому нужно было это... Ну, как бы, так сказать... Да, подарить что-то. Понятно. Ну, одним словом. Ну, я дарю вот к истинному православию, там другие, то есть книги. Ну, и не только книги, разные презенты. Понятно. Еще прошу постоянно молиться мне, чтобы Господь умудрил меня, чтобы я работал правильно, добросовестно, чтобы я не ошибался. Потому что мои ошибки, они могут многого стоить. И сейчас вам скажу, что сейчас набирает опять обороты, так называемое, дело врачей. Ну, вы знаете, что медицину опустили ниже плинтуса. Врач сейчас вообще ничто, никто. Об него оттирают ноги, бьют и убивают врачей. Скорой помощи и других, и в стационарах везде. То есть врач это вообще никто стал. Раньше, в советское время, врач это была авторитет, это лицо. А сейчас вообще никто. Подают жалобу. Вот приехал врач Скорой помощи, оказали помощь, все правильно сделали, но не чувствовалось, что он заинтересован, что ни разу даже не улыбнулся, и доброго слова не сказал. Ну, помощь оказала хорошую. Давление снизилось, все там нормально было. С человеку было совсем плохо, стало хорошо, стало хорошо. Но, и по этой жалобе приходится отписываться. Потому что чинуши сидят, они там вообще от медицины, от медицины, там не знаю, в медицине какое отношение имеют они. Сейчас идет следственный комитет, разрабатывает с юридической системой, они вместе там, значит, разрабатывают, как бы вот, такую систему, по которой они будут проводить дела врачей, медицинских работников. Да. Так что, вот, помолитесь, чтобы мне не подпасть под эти... там сейчас вот, что называется, как по пословице, один с сушкой, семеро с ложкой. У нас в свое время в кровевой больнице был один главный врач и два заместителя по хирургии, по терапии. Сейчас их, ну, вот, наверное, десятка. Не хватит, да? Не хватит на руках посчитать. И у каждого своя секретарша, свой кабинет, все отдельные. Континент. Девушки там получают хорошие. Откуда? Да, от нас. Вот вкалываешь, а получать-то приходится, извините меня. Ну, одним словом, помолитесь, что Господь уберег от этих ошибок, потому что придирается к каждой сапитой, чтобы снять, лишить. И забит. Я быстро скажу. Хотел напомнить, что у нас столетие Октябрьской революции было. Но я не то, что любитель истории там великий, и вам хочу напомнить историю. Дело не в этом. Во-первых, наша община, она возникла именно на этих противоречиях, которые возникли в это самое время. Поэтому мы должны об этом молиться непрестанно. И во-вторых, сейчас видите, какая начинается в стране, несмотря на то, что разные фильмы выпускаются, и правду как бы показывают, и много правды показывают, и правда она жестокая. Как вот эти правители сделали переворот, вот эти, Ленин, Троцкий, как убивали людей. Но люди, они сейчас до такой степени сытно живут, что им кажется, что все это неправда, и пугаловки какие-то. Ну, типа как американцы снимают страшные фильмы, как Америку там взрывают, или ядерными бомбами, что только они про свою страну там уже не наснимали этих фильмов, таких реальных, землетрясений, наводнений, морозы, там все. что все это, конечно, на них придет. Как говорится, не нужно показывать на себе те места, которые там больные, или там, или покалеченные, как вы знаете, ну, как бы это суеверие, но в этом что-то все равно есть. Поэтому я хотел напомнить нам, чтобы история не повторилась, а наша страна семимильными шагами начинает возвращаться к коммунизму, не забудьте, что у нас и верховный руководитель, бывший коммунист. Я так понимаю, что все равно какие-то симпатии есть к этой страшной, страшной демонической власти, которая ушла в 1991 году, в 1991 году. Но она вполне может вернуться. Потому что вот я смотрю по своей работе, вот Виктор Андреевич рассказывает про врачей, всем очень нравится вот эта диктатура. Когда есть вот эта свобода, и многие люди начинают озлобляться, вот сегодня про гордость была проповедь, как раз об этом. Люди начинают гневаться, впадают вот это не в смирение, и начинают просить сильной руки. Ну, допросились одно время сильной руки, царь был плохой. Революционеров там этих, троцких, лениных, он просто отсылал. Отсылал пожить в деревню, у них было золотом, шли деньги, каждый год они получали дивиденды за то, что сидят. А сами, когда пришли к власти, они не просто людей садили, они садились, разубивали, или просто сразу расстреливали и все, как было в начальные годы революции. Почему? Они понимали, что нужна сильная власть, и народ этого хочет. А народ, оказывается, только увидел эту кровь и уже не захотел. А поздно. И сейчас опять то же самое, все призывают сильную власть. Мы видим, власть становится сильнее, вот уже национальная гвардия, для чего непонятно, и так далее, и тому подобное. К чему все это ведет? Первых будут убивать тех, кто больше всего верит. Вот люди, они у нас страшно ненавидят бороды. Вот сейчас идет какая-то это, ну, идет мода бороды у мужчин, но они бороды не такие, как у ваших братьев и сестры. Эти бороды поганые, которые у братьев. А вот у тех, этих мэнов, а у них хорошие бороды. Почему? Вот такие пеньки торчат, отличная борода считается. У нас борода, во какая, это плохая борода. Это дикобраз, это поганец и так далее. Это ты бомж. То есть, за одной бороды на работу устроиться практически невозможно. И даже людям, вот я в тайге работаю, я в тайгу уже уехал, там никого нету, кроме диких зверей, которые и то ко мне не выходят. смотря на меня. И все равно, все равно там кого-то зацепит. Причем начальствующие составы цепляют. Они хотят перед собой видеть каких-то ей, ей, мужиков. Но это простые казаки. Ну, или как мужики-крестьяне. Что теперь сделаешь? Поэтому, прошу вас, молитесь. Это, это тайна беззакония, о которой, она потому и тайна беззакония беззакония, везде существует, это знают. А тайна беззакония, как сказано в Библии, правдива истина, никто не может понять. А что такое? Да беззаконие разлито по всей земле. Сатана ходит и управляет людьми, а никто не верит. Почему? Такую тайну создал сатана. Поэтому, вот эта тайна беззакония, коммунизм этот поганый, он по всей земле. Вы посмотрите карту. Карту, просто, мира, мировую. Чуть ли не, больше четверти государств, они в коммунизме или социализме объявляют, погрязшие. А демократы там тоже недалеко от этого стоят. Поэтому, давайте молиться за то, чтобы Господь нам продлил еще дней, чтобы Антихрист не пришел на этой волне нечестия. Отсюда и терроризм. И все, все, что мы видим, вот это недоплаты и возврат бюрократии, все ведет к этому. Скажи, как закончился этот день? 7 ноября. Ну ладно. А как закончился? Благосновенно. Уживай. Так, ну еще вот в списке не было о Левте, сестра Олегтина. Вы говорите, что вы... Да, почему-то не сказали. Сказали, первое объявили. объявили? Ну, что-то Татьяна еще раз не сказала. Я тоже не сказала. Вот не слышали. Константин поехал в командировку, так что сейчас он в пути. Молитесь, чтобы Господь благословил его. Сегодня возвращается. еще о болезнях, путешествующих, у кого есть информация. У кого есть слово, да. Можно я скажу? Вот по поводу врачей я не успела добавить, Игорь, 7 ноября тут начал. Факт налицо. В нашем доме, в соседнем подъезде, живет один ветеран войны. И вот во время эпидемии гриппа, значит, наша участковая врач дежурила, когда она в субботу, и она пришла к нему на 2 часа позднее по его вызову. Вы знаете, что там было? Он добился того, чтобы этого, она была лучшей врач поликлиники, ей даже было присвоен лучший терапевт поликлиники. Он добился того, чтобы ее уволили. На 2 часа позднее она пришла, потому что у нее был большой наплыв больных с гриппом. С температурой она в субботу дежурила. Понимаете, как вот такие вот люди бывают. Но я просто, я не думаю, что в нашей общине есть такие люди, чтобы вот за одной запятой могут лишить человека вот такого работы. Ей пришлось уволиться даже, ее только приняли на должность медстатиста. в кабинете статистики. Ей даже не позволил в Крайздрав работать терапевтом на участке. А она лучше врач-терапевту. Наверху, ладно. Наверху не разбираются. Но это вот факт на лицо. Как зовут ее? Ее зовут, сейчас я скажу, Надежда Васильевна была. Наша Надежда Васильевна. Надежда. Да, вот как наша Надежда. Еще у кого есть слово? Ну, она уже, Надя, она уже два года работает у нас. Николай, брата Николай, слушаем. Хочу всех поблагодарить, кто помнил о моей... Да. Не только помнил, помним. Не будем помнить. Ну, мало ли. Потом перестал помнить, потом опять вспомнил. Ну, вообщем, это же период у них бывает. А моей супружнице, значит... И гипс на эту опалубку уже давно выкинула, как бы ходит так. А он бесполезно, на плечо какой гипс положишь. Только деревянный макинтор сразу, и все. То есть, вот такое дело. В общем, все нормально. Она уже, ну, даже моется. Ну, в общем, нормально. Хотя бы стала спать по ночам, потому что там... Самое время это ночь. Ну, всегда. Потому что человек, как под наркотиками, он ничего не соображает, начинает ворочаться. А это такое дело, что вроде правая рука работает, а что-то начинает делать. Ну, у нас все связано, как бы это... Мышицы. Мышицы. Всякие портяночные или какие-то. Ну, и раз потянула, она проснула. Ну, и все, сна нет. Ну, в общем. А сейчас нормально. Днем он спит, а ночью он крестик... Подживает, короче. Крестиком вышивает нос. К примеру. Да, подживет, я думаю. Там перелома нету, поэтому... Как бы... Еще больше будет болеть, чем перелом. Может быть. Не знаю. Как радикально сразу руку отрезать или пусть маленько поболтается. Не знаю. Там Бог решит сам. То есть, она-то... Самое главное у человека сознание того, что Бог уже посетил и посетил вовремя. Буквально, ну, в течение трех дней. Я говорю, не будешь лишний раз рот открывать нам мужик. Вот и все. Это показатель. Вот, сегодня читали о гордости. Вот она. Любое крыльцо любого магазина, любой камушек на дороге, вот это вам припинание. Как бы... Вот так вот сказать. Всем. И мужчинам, и женщинам. И у меня... Интересно. Вот тут брат говорил. Ну, многие говорили, врачи, не врачи. Не знаю. Вопрос. Каждый для себя. Хочу задать каждому из вас, работающему человеку. Значит, ну, все мы знаем, что мы на полунищем состоянии, не сытые, но еле-еле живые. То есть, если нам будут платить в два раза больше или в три, будем мы лучше работать или нет? Нет. Будем. Вот, вот об этом-то и разговор. Если кто-то будет лучше работать, значит, он сейчас никудышный человек и не умеет работать. Его надо гнать с работы. Вот и все. Поэтому, обсуждать кого-то плохой, хороший, да мы плохие. Вот в чем дело. И еще хочу добавить. Брат, вот тут говорил, про, с чем я родился, про бороду. Вы понимаете, отбоя нету. В пору подавать, извините, за сексуальное домогательство. Вот так. Вот сейчас в Америке вот эта волна идет. А я бы тоже, потому что женщина очень нравится. Почему? Не знаю. Или я такой прямо вот супер или чего-то. Одеколон. Нет, наверное, я. Ну, вот понимаете, в чем дело. И в автобусах, ну, на меня, по крайней мере. Я редко езжу в автобусах, но тем не менее смотрят. А мне это приятно. И я горжусь тем, что только на христианина так смотрят. Вы понимаете? Ведь он идет тут с этими спиньками. А когда они знают, что ты христианин? Они знают. Не надо. Они сразу чувствуют. Если дикая борода, как камыш на болоте, значит, это какой-то ненормальный человек. И с ним интересно поговорить и пообщаться и прочее. Поэтому расстраиваться и бояться этого. Я вот не боюсь ничего. Работаю с огнем и прочее. И взрывается котельная. И ничего, под смертью ходим. Все восемь человек. Там вот мы сидим под смертью каждый день. Она может все это взорваться и рухнуть. Ну ничего, и слава Богу. Поэтому вашими молитвами, кто нас помнит, бородатых, больных, немощных, молиться надо друг за друга. И вот тогда мы будем вместе. Вместе это мы здесь. Вместе мы в молитве. А здесь мы сейчас, может, там голова полетела уже у меня, удочки готовить, рыбу ловить и прочее. Меня уже здесь нет. К примеру сказать. Спаси Христов. Понятно. Хороший дом. Так, да? Я тоже хочу поблагодарить за молитву. Я просил молиться, чтобы Бог не дал мудрости и разумения в моей профессии. Я занимаюсь отловом собак бездомных. И по вашим молитвам значит, собаки ловятся. И препятствующие люди, которые мешали отлову собакам зеленые каются. Зеленые. Они пока не каются, их нужно конечно сначала поймать, призвать к ответу. Я подал заявление в полицию на одну женщину, которая препятствовала. Что об этом деле материровали. Она меня материла. Я не знаю. Ночью их, по идее, надо, чтобы никто не видел. Ловить. Ночью спать охота-то. А средь бела дня прям поймал собаку в клетку, собак в клетку. Останавливаются. Люди идут, видят, что 5 человек и начинают меня пытать. Кто ты поймал, зачем ты поймал, ваши документы. Все собачники. Им жалко. Вдруг, то есть, у людей бдительность проявляет место, и это-то и хорошо. Но когда начинаешь объяснять, он в приют не верит, потому что в советские времена всегда собак отлавливали на мыло, на шапку, на жир, на шашлык, на это... Сумы. Сумы по рабочему кредиту. Вот. Ну и помолитесь, чтобы Господь дал разумение. Вот я с организацией «Аласка» работаю, там уже они на головах друг у друга эти собаки. То есть, вот небольшая территория, 430 собак, и я, заявка и щенков. Ой, щенков, ну ты как-то уж щенков не бери, они у нас помрут. То есть, у них интерит, эпидемии, то есть, ну и... Смысл. А сами усыплять они не усыпляют, потому что... Ну, жертвовать тогда перестанут люди добрые, которые, они же на пожертвования живут, и... Вот. Поэтому и вот такая ситуация, что у всех-то их некуда просто... А ловить нужно, 900 собак нужно отловить за год. Ничего себе! Деньги на это государство выделяет, нет там, конечно, перепадает там чуть-чуть, больше никого этим... То есть, мы прошли полиции, чтобы... чтобы не препятствовали. Чтобы с пониманием относились. Да, чтобы с пониманием люди... Потому что они же сами вот эту пропаганду зеленую это вели, что ни в коем случае нельзя убивать, нельзя на глазах у детей все это. Вот. И параллельно общество называется докхантеры. Они за... Ну, они за... то, что... свободно ходили собаки. Они защищают людей от покусов собак. Все бы ничего бы, но такое мнение у людей. Раз вот они добренькие, они едят, значит, они никого не... Они же... Они же это... Не контролируемые. Они... Но они не контролируемые. Собака, она добрая, но она может покрыться злым кабелем, и щенок этот потом может напасть. То есть, нам дальше вот эту программу. Поэтому и те, и другие сокращают численность, чтобы не было стаи. Вот знаете, полно как будто... Вот где стая. Вот я буквально выловил вчера стаи вот здесь вот рядом. Может быть даже тех, которые всегда тихонечко кормились, но на дамбе берега объявили. Да, это труба, да. Привез там еще. Ну, как волки. Они пока вот их еще человек... При человеке живут, так потом, когда они начинают по помойкам уже, они начинают уже... Нагреть. Звериный инстинкт. И поэтому у людей, значит, чтобы они не были звери, их нужно, ну, их нужно кормить. Кормят, кормят, кормят. Потом я их, короче, отлавливаю, там другой человек будет кормить. А я же кормлю, я же добрый. Кто тут еще один добрый там нашелся? И у них между другом война, и там, ну, они как собаки. Собачники, собачники. Значит, и еще другой момент. Когда я приходил в общину, у нас было такое правило. Если человек отсутствует там день, два, три, какое-то длительное время, он пишет объяснительное. И вот сейчас у нас такие вот люди пришел, ушел, нету, нету, опять пришел, ушел, как-то вот правило это, что мы отменили или что. Сейчас вот раньше камер не... Ну, пусть человек встанет объяснит, где он был, почему он был, почему вернулся, почему через забор, почему деньги куда-то у него все подевались. И пусть расскажет о себе, как... Это интимно. Это интимно, понимаете? Ну, у нас правило такое, нельзя человеку, что где-то был, потом вернулся, потом опять. Ну, или ты с нами, или не с нами. Ну, я правильно. Ну, правильно. Это правило, а не закон. Нет, правило это и есть закон. Нет. Как это нет. Кому в Барселону слово? Кто? Кто из существующих? Чувствуешь, что нужно сказать? Да он не скажет никогда в жизни. Да не тот человек. Проснись и все. Ну, и еще, допустим, вот, а сестры вчера обвинили братьев у нас в немилосердии, вот только проповеди, вот, говорите, а как на деле, значит, все. Человек пришел, попросился переночевать. Ну, человека просить переночевать, который лазит по ночам через забор, ну, сами понимаете, речь идет о Черепанове Василии. Я в дом пойду посоветую. Сигнает тихонечко, он говорит, ну, я к себе не возьму, потому что, ну, ты видишь, он никакой. Я даже власть, как бы, говорю, будешь слушаться? Буду, пообещал, ну, дома это, там, что-то, ну, я не буду уж, как бы, брат говорит, интимно все это рассказывает. Но само, по себе, вот это вот отношение, как бы, к нам, хотел пришел, не захотел, не пришел. Но если мы к тебе, Вася, не нужны, ну, тогда и не нужны. Если нужны, тогда надо соблюдать наши правила. Чужой монастырь со своими правилами не лезет. Это закон, это понятный закон. Мы как познакомились, он залез со своими правилами, так и продолжал он все время тут со своими правилами. Поэтому, ну, наши правила нас ограждают, ограждают, и в том числе, и от духовной, и телесной смерти. Они правила эти, написанные кровью, можно сказать, правила дорожного движения и наши правила, духовные, к ним поедет. И человек, когда носит слои правила, это мешает спасению. Зачем нам это надо? Давайте, как бы, раз мы его общину, и правила эти соблюдать. Для церковного совета. Церковный совет. Когда мы его, когда последний раз собирался, этот церковный совет, поговорить? Давно очень. Делал физическое замечание. Так, ну, вообще, вот, сейчас заговорили о церковном совете. Можно действительно тогда вначале на церковном совете поговорить, а потом уже выносить на общее собрание. Правильно. Давайте так сделаем. Батюшка приедет, можно обсудить. Да. Батюшка. тебя должен контролировать. А что касается Василия, ну, вот такие люди, пусть они хоть объяснительную пишут, там, начальнику на общины, наверное, дают эти объяснительные, а дальше по рассмотрению старосты общины собирать церковный, приходской совет стоит стоит или нет. Можно, я скажу, там, видите, как есть, у нас есть два, два момента, которые написаны, в уставе, там так написано, три дня воскресных к ряду призревший, ну, дальше, перестают ходить, три дня к ряду призревший, и есть правило, которое, как бы, негласно говорит о том, что каждый христианин должен, должен каждое воскресенье ходить, молиться Господа, благодарить его. Это негласное правило, что каждое воскресенье каждый христианин, но есть работы, и перечисляют работы, вот Игнатий Игнатьевич выделяет, это сторож, это, ну, человек, земледелец, это врач, это, там, пожарные, пожарные, ну, такие, да, которые службы, которые и так далее. Ну, вот, допустим, у меня такая работа, я вообще, у меня работа в тайге, я могу полгода вообще работать, это я, ну, как бы, так как знают, что я нормальный работник, там еще могу что-то хорошее сделать, меня выпускают, я еду там, помолился, я могу в полтора месяца раз выехать, или в два даже, ну, последнее время, правда, мне нормально было, каждые три недели меня отпускали на молитву, но есть люди, которые не попадают в графики, тут тоже надо смотреть на это, потому что сейчас работу поменять и найти, ну, вы сами знаете, что это такое, вот, поэтому, на это надо тоже смотреть, поэтому, если вот, допустим, я знаю, у нас брат Николай, он старался все, до этого, там сколько, он сейчас года три, наверное, работает, у него непонятно, там такая работа, что редко он, да, появляется, но я так знаю, допустим, что у него за работа, она тоже, ну, сродни пожарникам, вот я сейчас сам с канализацией, с этой столкнулся, кстати, спасибо, Христос, за молитву, Господь умудрил, эту канализацию сделая, как я мог вот такую трубочку канализационную, засыпать слоем земли, в два с половиной метра, и поверить, что ней ничего не будет, и она простояла еще пять с половиной лет, как-то, когда я ее достал оттуда, труба плоская полностью вся, и я подумал, ты же дурак, неужели ты столько проучился, и не мог понять, что засыпав трубу простую, серую, вот эту, она вот так вот гнется руками, как она столько продержалась, не забилась, ну теперь, не, она забывалась периодически, это было всего три раза, но последний раз, когда забилась, я думал, там тряпку кто-то снастил у нас, толкали там и палками, чем только не проталкивали, в конечном итоге пришлось раскапывать, неделю целую, вот, спаси Христос, брата, мы с ним там возились, прокопали узкую щель, там пробивались, ну потом сделали там азбестоцементные трубы, туда приобретали, утепли, да, но опыт приобрелся, небольшой, и я узнал, оказывается, что когда вы сами хотите делать канализацию, таких труб практически не существует, для вас, то есть, вот есть канализационные колодцы, там, там можно, они кладут свои трубы, у них там все, а вот эти вот, ну, как у меня, вот такой домашний вот слив, это все очень сложно, ничего практически нету для этого, нам нужно самим все выдумывать, поэтому у кого если что будет, обращайтесь, с облегчением тебе обратно, спасибо, кстати, еще хотел сказать, я же все рассказываю, вот, мама говорит, расскажи, что там 7 ноября было, в ночь, в этом, вечером 6 ноября, меня блондинка подбила, на моем автомобиле, 7-го, нет, 6-го, 6-го в 6 часов 20-30 минут, это было, да, вот перед самым, да, 7 ноября, мне подарок, ну да, она засмотрелась, не знаю, на кого там, у нее муж, у нее муж рядом сидел, хороший там, азербайджанец, парень такой, дородный, на него могла только, ну, в общем, у меня машина, правда, на ходу осталась, но у нее там, Honda, сложилась, пополам там, в двигатель, радиатор вошел, нет, ну, ну и пришлось мне их и везти в милицию, и обратно отвозить, и на обратном пути он говорит, слушай, ну у нас-то машина побитая, недалеко, прям, ну, на перекрестке, 200 метров от дома, говорит, поставь, говорит, к себе нашу машину, мы завтра заберем, то есть уже понял, что доброты этого человека, он отец Игорь, отец Игорь, ну что ты, отец Игорь, давай, говорит, пополам просто, ну, ну мы в тебя въехали, ну понятно, ну ты понимаешь, у тебя машина крепкая, у тебя даже ездит она еще, а у нас, гляди, сколько там, на 100 тысяч будет ремонт, ну давай, ты свою сделаешь, мы свою, а милиционер сидит этот и думает, интересно, соглашусь я или нет, потом посмотрел мне в глаза, я сижу так, опустил взор, думаю, ну это, ну такой альтруизм, не смогу я потянуть, и он говорит, а ему это надо, ребята, вы что, вы же полностью виноваты, да, ему все равно было, конечно, но он сразу знает, куда бить, он сразу посмотрел на меня, отец Игорь, можно так тебя назвать, я говорю, ну я максимум брат говорю только, брат, брат, яви, яви милость такую, чуть на колени не падают, то есть они четко это все, вот люди мира сего, они очень хорошо знают, куда смотреть на нас, и так что, так что не только наши сестры говорят, что я чуть ли не фашист, там и злодей, но и люди мира сего знают, что я очень добрый, могу оказать милость, слава богу, да, и на технике, вам слово, и на технике, молодой, Господи, я с вами все, если нет машин, мне-то надо пройтись по всему, что вы говорили, вначале то, что у меня есть, я прошусь туда, Варвару Николаевну позвать, Варвару Николаевну, Варвару Николаевну в студию, да, еще хотел сказать, помолиться, чтобы там сейчас как раз заявка у меня оформляется, чтобы деньги дали на ремонт машины, чтобы как-то там, по страховке, чтобы как-то это там, ну все нормально было. Сейчас ремонтируют, сейчас ремонтируют, не деньги дают. Деньги не дают. Я сейчас знаю, деньги, в городе, в городе, деньги дают. Нет, что-то вы плохо знаете. Вы разнили, сюда вот поближе прямо. Все, все. Поставьте, поставьте. Скамейку куда-то, вот сюда рядышком нужно поставить, чтобы я ее доставал. Вы можете уйти? Я перед ней виноват, прошу прощения. Однажды я решил, у всех, кто рождается новое, подарить каждый вот этот трехтомник. Повторяю, за 2000 лет впервые вышло полное толкование на весь Новый Зайд с Откровением. Здесь 8 параметров, которых нет ни в одном из зданий, даже из Вафилакта. Она очень ценится, видели даже в библиотеке у Путина. Патриарху, папам, всем я ездил, Ватикан подарил. Примерно 600 экземпляров были подарены. только. Второе издание вышло. 240 картин, из них 230 Гюстава Даре, мы раскрасили. Больше года красили. Главную работу провел Игорь Владимирович. Тут Наташа, и Хоскат красили еще там, и... Оля Унули. Нагаева Оля. Вот. Ну, а так как я не только, которые в Потеряевке рождаются, дети, а которые у нас были люди, уехали в Корчину. Я их тех призвал, подарил. Потом некоторые нас посещали, вот Елена была здесь, она не ходит, ее нету. А ребенок родился, там, Настенька, я тоже подарил. Нигде не отмечаю это, и... Варвару пропустил. Мне сегодня напомнили об этом, мне до того неудобно. Варварушка, прости меня. Прямо поставь. Я сейчас ей в руки подам, а она подаст своему отцу. И не трогать эти книги, подписать 16-летию, когда считается совершеннолетие. И там и ей принадлежит. Так, вот смотри, Варя, первый том, держи. Ну-ка, передай туда. Вот там, поэтя сидит. Вот. Вот второй том, он с закладками. Бери, бери. Подай. А вот третий том, с откровением. Нас. И Папута дарю Крисову Православию. Это ей дар, запомни. Сегодня картинки покажите ей на несколько дней. Вот. Так, слава Богу, сняли за меня. Я следил за этим, но тут как-то, сам не знаю, как получилось. Да. Тут интересное дело. Вот я стоял сегодня и думал, если бы у нас были люди, которые с нами на 100% согласны, жаждут, просят разрешения приехать, обратились, то наш вот этот дом надо было, ну, раз в 20, больше делать. Сколько новых людей пришло в Православие, и все отец, мы все просмотрели из Канады, из Испании, из Италии, и, наконец, из Америки, сейчас один, из Америки там много. Я, говорит, пятидесятник, в третьем колене. 69 лет, кажется, ему, 61, нет, 59, 59. И вот я сплю, а у них как-то мистического много преподают, так, вместо дается. И во сне сказано было найти меня. И при том, не однажды. И он в интернет и когда зашел, и меня нашел. Во сне. То есть, уже не на его, а на во сне. А другие, как нас нашли? Да вот я искал по такой-то теме, все не нравится, наконец, ну, выкинул, допустим, что-то там, как возожжать деревню, или как понимать слово Божие, как относиться к еретикам, там, к Путину, или к кому-то, к правителям где-то. И, наконец, ваш ролик выскочил. Я стал считать, я понял, все остальное отмелось в один день. Но этих людей здесь нету. А свои рядом они не нуждаются, как будто бы. Я не говорю о вас. У нас, пожалуйста, есть человек, который ведет занятия, вместо университета куда-нибудь пускать, Сергей Павлович Пупков. И ведет занятия три раза в неделю по полтора часа. И на каждом занятии один час Слова Божия, блаженного профилакта, или по нашему трехтоннику, и полчаса вопросы и ответы. Много наших из общины там? Немного. Но я не знаю, может быть, человека четыре, больше-то и нет. А остальные, откуда только нет. Вчера на меня вышел один. Он раньше заходил. Среди евреев в Израиль обратился. И, главное, он везде ходил-ходил, а наш материал у него стоит. И, наконец, он прилип к русской, православной, зарубежной церкви. И принял там Мария Магдалина монастырь на сегодня и Иллионской горе. И он принял крещение вместе с отцом. Ну, говорит, посмотрели, у меня, говорит, Евгений совпадает, как раз тут с метой как-то сошлось. А отцу другое имя. Лонгин, он никак не запомнит, говорит, его. Назвали. Двое приняли крещение, евреи. И, притом, каждый изъявляет желание быть бы здесь, но ни средств, ничего нет. Так что вы цените, что вы имеете. Это не мое, это благодать Божия. Об этом даже говорит Боязно. Нынче вот Игорь не смог привезти дров, дыбунов. Возможности не было. Нет. Но, как-то получилось, так тут подсказал навести порядок на полке. Я, наверное, надежда-то тут. Вот. А я распространил, дальше вышел и все это толкил. Тут Евангелие там сказало поднять, а сейчас поднимаю, потом мы дальше уберем. Я сначала посмотрю, как она реагирует. Вот. И мы освободили место. И мы там многое порубили. Хватит или не хватит. Следующий год опять то же самое. Но у нас нынче очень много появилось дров. Была буря, повалило деревья, мы их все перепилили. Володя с Никитой кололи, и у нас дров много на несколько лет. А Роман, который здесь был, малыш, он повалил тополя. Тополя, примерно, вот такой вот объем. Ну, вот я беру вот такого-то. Некоторого вот такого вот. и все их перепилили. И братья кололи. Там куча такая. Роман говорит, половину я отдаю вам. Надо перевезти сюда. Ну, как? Речь идет не о машинке какой-то. Я договаривался с Евгением Долговым, фермер рядом в подстегной-то. Он обещал. У него много хлеба ушло под снег. Не мог убрать. У него 7600 гектаров. Ну, нечего погода. Он много и все. Колось. У него урожай несколько раз больше, чем потеряевский. Он все методы ездил в Бразилию, везде изучает. И он не пашет землю, а сразу сажает. У него в буре не поднимают землю. И он пообещал, но только маленько утихнет. Вчера позвонил, он говорит, едва проехал. Надо дождаться, когда... И тогда у него машин нету, но вот интересный человек, не нашего круга. Приехали, когда брать, я маленько отвлекусь, сказать это дело. Мне в интервью там фильм про него поставят-то. И говорят, одна из трудностей фермера это сбыть, возить. Сколько у вас машин? Он говорит, ну, я езжу на которой машина, все. Да как же, у вас же тут грузовиков у него свеклы там две тысячи гектаров, там полторы тысячи гектаров, ячмень, пивзаботный снабжает, тут и подсолнухов там и прочее. Он говорит, нету, но я смотрел, кому нужно, что я передаю, как мне передали. Ну, по сути, концовка такая будет. И вижу, что есть люди, которые хотели бы автобазу завести, по вызову там где-то платить, но из-за этого что-то платили-то. Я таких людей нашел, я им помог встать на ноги. Это образ Иоанна Кронштадтского. Не просто нищему подать, а он дома такие строит, начал там с цеха, чтобы их научить слепые там, артери инвалидов раньше писали, на куражках везде. Помочь встать на ноги. Он помог. И сейчас только скажет, он платит им за это. Но платит не ту стоимость, когда нанимают-то. Но так, что у него в несколько раз больше, чем обыкновенные люди подгущают. У него, мне говорят, ни воровства, ничего нет. Он быстро отсеял их. И он вчера мне сказал, едва проехал на своем там УАЗике. Надо дождаться, когда замерзнет. достойный. Постоит так неделю. Никита хотел приехать буквально сегодня после службы. Мы говорим, нет, подождите. Так вот, я договорился на КАМАЗ с прицепом. Это хватит на три года. Если привезут, мы дадим сигнал. И пожалуйста, сестры, прийти и сложить только на улице в полене. Со сверху мы жестью накроем. Не носить ничего не надо. Загоним, там место-то свободное. Я думал, для машин. Но машины у нас найдут место. Я тут вырубил кое-какие вещи, не дают. И сюда он большую машину Роман хочет привезти для покупки. Покупатели находятся, потерявку не проедешь, а тут и он тут будет. Значит, себе где-то запомните. Не отрекайтесь, у нас написано от общественных работ не отрекайтесь, потерявки, в уставе. Вот сегодня говорили на какие еще темы-то. Вы знаете, нет, что 10-го, сегодня у нас 12-го умер Задорнов. Задорнов, Михаил. Кто он такой? Задорнов. Писатель. Кто не знает его, поднимите руку, кто не знает и не слышал. Никак. Ну, это то, что раньше делал Аркадий Райкин. Старое поколение знает, потом его сын. Все смешит, людей, это иудейское смехащество, это не смехотворство только. И вот в интернете, я вчера посмотрел, у меня два ролика про него, 4 года назад. Когда я зашел к ним, посмотрел, я больше не стал смотреть его. Это ужасно. Хулитель, богохульник, ненавистной церкви. Но самое страшное не в этом, как Андрей Ткачев, такой священник популярный из Украины, он, видимо, бежал сюда, когда его преследовали. Он там против геев воевал. За дело. Игнали-то. И он говорит, сейчас самая большая опасность, это даже не коммунисты, а неоязычество. У коммунистов что-то надо там, а здесь ничего не надо. Полное распускание вожжей. Неоязычность. Я исследовал эту тему, нашел основателей, кто делал, кто мировые религии создает. Это они же и создают дальше. Кто мусульманство, христианство и иудаизм. Люди, которые ненавидят иудеев, они все туда сразу скатились. А у вас жидовский Бог, Христос, вы знаете, кто такая Богородица, там, такими страшными словами где-то. Подтолкнуло меня на размышления об этом Фаина Соломоновна, Королева, которая у нас была. Николая Левашова дала книгу. Я посмотрел, ну что, выброс, саду сжижающей, руки вымыл. Так вот, он, в фильме участвует, где прославляют неоязыщество. Я помолился сразу, 4 года назад, когда посмотрел, Господи, дай ему черную занозу в мозге, чтобы прекратилось это дело. И помолился. И у него опухоль мозга, рак мозга. Связано это с молитвой или нет? как то, что я прошел раньше. Я посмотрел ролики свои, которые, про него Задорнов. Вы зайдете. Вчера я выставил ролик. Называется... Он 2 года болел. Вчера Задорнов называется, черная заноза в мозги. И у него, посмотрел по житиям святым, ближе всего подходит к Юлиану Отступнику, как он относился к христианству. И он решил, там, биопсию, или как называется, поехал в Германию. Не помогло. Он тут в одну из прибалтийских республик, я не знаю, где Латвия, там у него отец похоронен. Заповедовал в одну могилу, чтобы похоронили. И вызывает шамана. Ну, шаман это не на каждом месте, это не священник. Шамана, чтобы достать это, надо с северными народами познаться. Или ехать тут в Кызыл, или где-то. То есть, жить, а жизни нет. И он еще лежит, кое-какие концерты отменяются, а дальше я уже все сделал. Он лежит, все еще ничего не понимает. И, наконец, расслабляется. Дальше пока тайна. Но эта тайна, она настолько открыта, говорит, тайна по Лишинели, как говорится. Церковь православная. Он примирился с церковью православной. Как он примирился? А он соборов не принял. Теперь другие пишут, он пошел в храм и причастился. У меня вопрос. Если пришел, причастился, соборовался, а где крещение-то? Выходит в состояние крещеного, православного, ты все это вытворял, делал. Оказывается, ничего этого не было. Священники где-то привезли его, где-то в храме, и он был абсолютно без памяти, ни одного слова не мог сказать, и они его причастили. Рот раздрали ему, зафиксировали и положили в рот. Ну, какое это покаяние-то? И он насел на миллионы, на сотни миллионов из-за границы вы видели. Я прошел туда по Википедии, посмотрел у него там он плагиат, что-то там выставлял, и нашли кто, кто-то подсказал еврейское, из еврейских там он, своих кругов. она ему счет, он в 100 тысяч заплатил, там написано все. А во Владивостоке женщины специально сдали туалетную бумагу за Доренко с его портретом, чтобы все подтирались. Настолько он всем опротивил. У него не было святого ничего. И сейчас сочувствие везде, светлый человек ушел, и то другое. За него язык даже не поворачивается сказать. А может, покаялся. Ну, покажите, вы все снимали. Я вчера посмотрел, где он телепередачи, где он только вел телепередачи. Я насчитал 78 и перестал считать. Конца нет. И на это, кто имеет возможность, если не знаете, у Ивана Андреевича Крылова, слово сказать, вот тоже Иван Андреевич сидит рядом. Подражаю ему. Самый умный поэт и писатель в России. Он пишет «Писатель и разбойник». Или «Сочинитель и разбойник». Кто читал это стихотворение? Все, я его откопирую и принесу. Содержание такое, что одновременно умерли, одновременно в ад попали. Под разбойником пылает такой огонь, что сказать нельзя. А под ним едва слеется. Он доволен. А там какие-то медиары, ведьмы, кто-то командует огнем-то. Но проходят столетия, ну, люди, которые были недовольны, что убили кого-то, а разбойник, никого нету, никто не проклинает, и огонь загасает совсем. А под ним со дня на день больше разгорается. И он говорит, справедливости нет и здесь в богах, ну, по-язычески. Тогда одна подошла, медиара, и открыла окно, посмотри. Вот эти люди развратники, бога не знают. Это твой труд. И посмотри, сколько их ты, вот это геи, это твой труд. И вот это, это твой труд. И ты ли недоволен? И крышкой захлопнуло котел. Я это выставил. Вчера твой ка выставил, но у нас обычно 100, на следующий день 200 человек посмотрели, 300, здесь 1400 сразу просмотр. Потому что вон умер 10-го, 12-го, поэтому имя его заряжает, и кто-то на нас выходит. Вы, когда о ком говорят где-то, вы не суетитесь. Сначала узнаете. Вот сейчас говорили, детям время не уделяют родители. Я знаю, в Потеряевке у нас уделять стали. Когда погиб ребенок, готова с кладбища не уходить. А пока живой был, почему вы этого не делали, с ним не занимались? Так вот, они любить умеют только мертвых, как писатель сказал один, поэт. Помните, что если дети не спасаются, то и вам, надежда, очень слабенько попасть в Царство Небесное. Если по вашей вине будет. Поэтому где? Их нету. Притом правила сказали наши. Это не наши правила, это правила соборные. Амкирский собор, там говорится, какое правило. Вселенский собор. Это не наши правила. Три воскресных дня не было, он отходит от церкви, он не церковный, должен стоять здесь. Срок не указан. Но я думаю, это не меньше, там где-то пять. А он ходить не будет. У церкви никогда не стоял такой вопрос. Сейчас женщина взяла аборт. Правило Василия Викова, второе правило. Десять лет. И четыре ступени. Первое на улице, там где два с половиной года, дождь, снег, твое. Здесь, там называется, там, припадающая, плачущая, здесь слушающая. Куб настоящая. Вместе стоит два с половиной года, но не причащается. И уйдет. Никогда церковь не ставила преграды исполнению эпитемии. Если без эпитемии допускают без наказания, зато, говорит, гибнет тот, кто допускает и того, кого причащает. То есть, сегодня все извращено в церкви. Поэтому с этими людьми поговорите, мы никого не тянем. У нас необычное правило. Вчера этому Евгению в Израиле сказал, он говорит, нигде не найду такой общины. Я говорю, их и нету, вы и не ищите. Начинайте образовывать. Как? Выйдите, скажи, кто желает Слово Божие, священнику предупреди. Он не пойдет. Я уже знаю, пока нигде не было. И он будет враждовать. А ты молись за него и продолжайте. И люди будут приходить. Как у нас, в общем-то, мы начали на пустом месте занятия, новые люди. Но у нас необычное правило введенное, пока не нарушено. К нам не разрешается звать. Когда узнают люди, у вас тогда как? Ну так, чтобы свет светил людям. Мы город на вершине. И когда просятся, мы разрешаем, когда узнаем, где они живут, где что. Так что, пока это все остается здесь. Иногда во время богослужения я прохожу там, где братья сидят. Я не просто хожу, а смотрю вот на Тамару. Она одна. Ну переводить. Десятый раз уже говорю. Переводит ей кто-то или нет. Переводит. Если пишет, там Надежда Васильевна сидит. Мне не надо. Я развернулся и вышел. Я только из-за нее хожу туда. Обихожина она или нет. Любит они ее или нет. Каждый раз зайду, то Игорь передает, там была Лена. К слову сказать, Лена-то нету. Где она? Ну, дома. То есть, начни, Виктор Андреевич, с этого. Кто не был, запиши и спроси. Почему не был? Уважительная причина это на работе где-то там или заболел или далеко где-то был. Между прочим, если далеко был, то церковь предусмотрела. Ты на курорт можешь ехать, но сначала узнай, есть ли там храмы. Если ты там на курорте три недели не ходил в храм, правило полностью на тебе срабатывает. Вот и все. То есть, это не командировка какая-то. Ты сам поехал, то до командировки поставили в Тайго, это никто не спрашивает. Дальше. Я не вижу, Севастян был тут. Уже нет. Вышел. Вышел. Это мне всего какого-то позовите. Это мне нужна аудитория. Кое-что им будет сказано. Ну, вы передадите. Свечки в церкви никакой сакральной местии не имеют. Просто принято так. А если ни одной, служба так и идет. Они свечи не упоминаются ни в каких толкованиях, это светильник. Но три за две свечки. Зачем тебе триста три-то? А в церкви берут это жертва Бога. Никакой жертвы Бога нет свечки. Это придумки. А откуда вы знаете? Ну, послушайте Владимира Головина. Город Болгар. Это очень известный священник. Он подробно это все объясняет. Так я сейчас говорю о том, чтобы когда батюшки нет, батюшка тут хозяин, не я. Но когда его нет, мы можем подсказать. Больше трех свечей не зажигайте. Сколько на это тратится? То есть, мы не отрицаем их. Две свечки стоят. Ну и довольны. Еще тут нам тепла хватает. А не подогревает воздух, конечно, немножко. Три маленьких и три больших было. У нас каждый день выходит один ролик события дня. О чем я узнал, где просчитал. ежедневно идут события дня. Мне сделали замечание, что собрание раньше выставляли в этот же день, а теперь через две недели я отсылаю куда-то. Там пока администрация, модератор работает, поставят, пришлют. И тогда на следующей неделе я еще смотрю, выше или нет. Может быть, чтобы Господь дал мне силы самому ставить события дня на тот день, когда проходит собрание. Кто тут об этом говорил? Где Галя? Тут не вижу. Чтобы онлайн. Галя вышла только. Галя? Чтобы она показала. А онлайн, как сюда видеокамеру? Насчет того, что в этот день выставляют события. Я же не выставляю, но помолите, чтобы я выставлял. Чтобы зарядить, мне надо часов уже 10. Компьютер невключаемый. Только он работает и работает. Ну, не приспособлено. Никак. Это относится только к собранию, Игнать Тихонов. Я только в собрании говорю. Сделано на замечание, я всю неделю думал, как это сделать. Ну, вот так, пока помолись. Твоя идея. Это не только мое пожелание. Зона вы звонили, разговаривали. Да, да, да. Они тоже ждут, как бы посмотреть, какие... У меня возможности крайне ограниченные. Я ежедневно, ежедневно провожу, вот как приехал, 14-16 часов за компьютером. Не включая. Ну, сами понимаете, что... А включаю я, когда в это время подойти нельзя. Она сразу сбрасывает, не тянет, и все. Помолитесь, и чтобы сегодняшнем было выставлено. Вот тут говорили врачи, как, как, и что, и... Я вчера прочитал одного очень известного человека, лечили врачи. И при том, врачи, приглашенные даже из других государств. Лечили одни, другие опровергли, вот это вот. А когда вскрыли, болезни этой, ни той, ни другой не было. А тут мне звонит один и говорит, у меня жену лечили, о чем? Я, говорит, все болезни ее узнал. И когда вскрыли, совершенно другая болезнь. И поэтому в закрытом доме трудно узнать, что отец организм. Он сегодня такой, завтра такой. Ты поел, и как по-другому оно влияет. Об этом надо молиться. И за каждым пустяком в больницу не лезьте. Старым тоже, как собака, могут дать уколы, уснул. У меня Надежда Васильевна по сей день каяться. К маме, к моей теще, вызвали врача, дали укол. И больше она не проснулась. Ей может, ну, связано это было. Она уже не очнулась и наказов никаких не могла дать. И у нас, кроме того, есть люди, которые связаны, приходили с врачебным искусством, и они какие-то, их и нет, есть и нет, и нет. То есть, твердости такой, как бы, нету. Надо молиться об этом, чтобы Бог дал силу-то. Нужно владеть своим телом. Я вот эту тему уже неоднократно освещал. За каждым пасеком не лезьте. Особенно дети. И об этом сейчас в интернете много говорят. Разные пилюльки там что-то покупают. Им сбыть надо. Не нужно сбыть лекарства. Ну, правильно Виктор Андреевич говорил. Они говорят, почти 100% излечивается. Но если бы ты оставил полпроцента себе, а ты не вылечился, ну, что сделаешь? Ты попал на полпроцента. То есть, это лазейка, обман. 100% излечения будет только тогда, когда крышка свертва накроет тебя. Горбатого исправят только могилу. И поэтому я скажу вам, как удручай свое тело. Удручай. А ты знаешь, как его? Сколько? Вот у нас образец потеряет. Бывает, человек умрет. А чем вспомнить? Ничего и нет. Был, умер, и как будто его не было. Серафиму Гавриловну, Плотникову, вспомнит. Ей 92 года. Нынче я поздравительно получила от Путина, от Карлина, и там местная администрация. Она работала трактористом. И однажды за рулем заснула. Машину начала, не как глянула, а трактор метров пять не дошел до обрыва, и там бы она закончилась. Это ангел ее спас. И она все это говорит, и газета местная, районная, Алтайская, с ее октября напечатала. И вот чем она запомнится? Она ни разу, повторяю, 92 года, даже 91, возьмем, ни разу, никто ее не видел, чтобы она в храме садилась. У нас как только я на задумку, руки взяли, никого нет, и дети все упали. А только зашли. Сегодня они сколько раз выходили? А служба-то 45 минут всего без батюшки-то. Это уже привычка, дети ничего не слышат. Отменить это. Я прошу, отмените. Дети могут стоять и бегать раз в 50 больше, чем они у нас бывают. В них такой потенциал заложен. А они уже это знают. Они сразу на плечо отца, уснул, он ее сбудил, а дальше она ничего не понимает. Вот эти окна понятного, с таким выражением братья наши считают, они дети не слышат. Ну, не знаю, кто-то там сидит, может слышит. Отменить это. Помните, как Филипп Филиппович говорил, отменить, на кухне не спать, а там хорошо пахнет. Вот все это вспоминается. Дальше, чтобы все как-то вы рассматривали во свете Библии. Вот он умер, а где эта душа его? И столько сожалений. Он был, он хороший. Ни одно слово не подтверждается. Нигде не встревайте в этот общий хор словословия или поношения. Оставьте, Господа Божия. А вот, как же так, сочувствием этот президент выразил. Ну, ему, может, нужен был человек, чтобы людей как-то в маленьких развеселить при такой жизни, когда вся сторона ограблена. Может, такие-то и нужны клоуны? Может быть. Сергей Павлович выступал в собаках. Я ему уже об этом говорил. Я помолюсь, чтобы ты отошел от этой работы и больше никогда не прикасался. Только об этом. Это не твоя работа. Уйди, тебя зашибут там. Как это не понять? Я тебе сказал, ты не понял. Смотри. Я тебе про камеру говорил, когда снимаете, чтобы сзади стал второй брат, и никто ближе трех метров не подсадил. Ты подошел ближе, он тебя рванул, 30 тысяч заплатил. И милиция на его стороне. У тебя сломали аппарат? Мой. Взяли. Слушай, что говорю, не пропускай мимо. Тебе уже не один раз со мной это было. Когда вспухало, я тебе сказал, воротник, скорее, шеи там, не выходи на солнце. У тебя все исчезло. К молитве надо добавить то, что нужно. Если он алкоголик, он... Вот только столько, то есть, коготком засыпить. Ему уже не вылезти никогда. Он не выйдет. Пьяница, царствие Божие не наследует. Больше не надо ничего исследовать, толковать, пораженная печень, гортань, курит. Не наследует. Это вне царствия Божия. Тебе этого мало? Это тебя не трогает? Остальное не поможет. Вчера один тоже. Вот такая вот, я не знаю, доходит такое у меня. А он врач. Физиологически я готов не знаю, что сделать, там обругать и прочее. Кроме поставить молитву, разве нет, вы говорите, лекарства? Я говорю, есть. Очень действие на одно лекарство. Оно в Новосибирске, надо приезжать только лично. Профессор Пилипенко, называется поркотерапия. У него розыск показано, какие аргументы и факты это пропагандировали. И порят. И что интереснее, эффект, когда мужчина порит женщину, а женщина мужчину, больше эффект. Быстрее извлечься. С чем это связано, не знаю. Он говорит, я сам этого не знаю. Как он вырезает розги, а не каким пучком. По 60-е. Один там занимал какую-то должность директора, а потом пропил, сняли. А жена ушла, остался один. Услышал, пришел. И он начал поросить. Мне говорят, как черная полоса какая сошла. И один мужчина плачет. Ну не подумайте, что от боли. А как я не знал, а ты об этом плачешь только. Почему раньше со мной нет? Царских особ лишили. Я не вижу Марины. Еще раз передай это. Игорь Владимирович, что следующее воскресенье у нас годовое собрание. Подготовить. У кого какие советы? Маленько, так думайте. А с 17 декабря здесь у нас, сестры, рыбный день. 20 лет нашей общине, как первая литургия. Припомните, что мы здесь получили в этом месте. С 17, но остается месяц одна неделя. Да потому, что будет пост. Если хотите, чтобы духовно начало проникать, поменьше к врачам обращаться, повторяю, я... Это вам сгодится, болящие. Болящие носить дург-бургы, уже ласкаются. Так. Успокойтесь. Под контроль возьмите еда, питье, сон, труд. Серафима говорит, я пришла, она с огорода не вылазит, как пушинка. И вот прямо... Нет. Я тогда что? Я тогда стала кланяться, а потом давай гимнастикой заниматься, 90-й год. Она пока такая гимнастикой позанималась. И тогда все правила выполнила. На ночь что-то с ней было, она то листала, встала, голова закружилась, она упала. А сын в другой комнате услышал, мама, она не трожит. Я чувствовал, как меня мягкие руки положили на пол. Она еще лежала, ты слушалась, как эти руки ее подняли и положили. Не сломала ничего. Аккуратно так. Понимаете, это Вера. Ей делали какую-то на газу операцию, и она там все разговаривала с врачом. Так врач по всей больнице распустил. Какую бабку только подали, так говорит. Мы делаем операцию, а она молится, говорит, непрерывно. Так. На этой неделе Сергей Павлович привез от Александра Черневской, Александра Ивановна, то, что она посчитала дать сюда. Она многие книги вернула, у меня почти все были. Ну, некоторые там две там запачканы. Я их уже положил, они лежат здесь. Она, разные литературу, тут многое уже забрали. Сергей Павлович себе взял, на столе там что лежит, возьмите. И вчера мне передали даже деньги от нее. Куда, чего, уже вчера начали распределять уже половину на то, что привозили Евангелие, там, где нужно было, не хватало, где уже быру заткнули. Денег-то его действительно мало. Но она как бы из могилы это подала. Да будет я это в золото. Хотя, говорят, когда при жизни здоровый отдал, это как золото. Если заболел, выхода нету, ну, тогда хоть шаману, хоть попу отдам, лишь бы только легче было. А когда уже умер и заповедовал, это как медная. Но у нее не так. Она такая была. Это она как живая подала. То есть заранее она замещала, сделала. И там и много шло на лекарства там на разные. Она парализованно лежала. Так, я Сергей Павлович еще повторюсь. Дорогой брат, решительно отойди. А кто же будет ловить-то? Они людей кусают. Ну, тебя поймают. В этой клетке будет сидеть как. Чего больше всего Гитлер боялся. Говорит, я не хочу, чтобы меня в клетке возили и показывали. Отойди. Я молился об этом и отойди. И больше нет ничего. Я тебе не буду говорить. Запиши где-то себе. Отойди. Не искушай Бога. Тебе опасность грозит больше, чем этим собакам. Живи лучше. Ты для нас дорог, и поэтому ну, если бы был где-то рядом, я бы перепилил эту цепь и клетку в волок куда-то и выбросил. Вот, кто у меня клетки ломает. Так, в прошлый раз я говорил, у кого ключи не отдали? Когда я уезжал, давал ключи от калитки. Не отдали. Кто не отдал ключи? Она отдала ключи. Скажи. Все переводишь. Ключи кто не отдал? Ну, совсем мало. Почти половина ключей нет. Ну, не знаю тогда что. Мы больше люди доверенные. Вы будьте свидетелями. Понимаете, если мы ведем такой образ жизни, за нами очень далеко смотрят люди. Вот звонит баптист, я его когда-то знал, в Америке. Мы смотрим, как у вас отодеты люди, какая красота. А мы своих жопов уже не можем не одеть, ничего в брюках. вы свидетельствует с собой. Я посмотрел при царе, там какие разные там собрания были, институт благородных девиц везде. Все хорошо, все одинаково, но все без платка. Все везде всегда. В любом собрании, международному, там в Москве. Женщины одеты по-разному, но все одинаково, нет платка. Как только коснулось мусульман, без платка ни одной нигде нет. Сидят девочки, вот так вот руки сложены. Вчера я посмотрел в Советском Союзе, жили цыгане и здесь. Репортаж только что снятый. Санкт-Петербург, они там километров 30. У них замуж выходит 12-летняя. Что не сделал? Она говорит, я должна пойти в учительнице и сказать в четвертом классе, что меня на занятиях больше не будет, я выхожу замуж. А кто жених? А он ее сопровождает, ему 14 лет. Это сейчас у цыган, а другая там стоит. А вам сколько лет? 18? Я уже старуха, меня никто не берет. 18 лет старуха. Вот, надо познакомиться. Ну, неправильно, но мы должны знать, что есть такие люди, у которых так. Не забывайте, Богородица, когда держала младенца, ей было неполных 15 лет. Это сегодня по закону государственного найдут виновного и хороший срок припаяют. А как надо? Чисто. Срок не указан, но быть целомудренными. Если она не сохранила целомудрие, ее приведите к дому и убейте. А если эта дочь смещенника, с него спрос строжит, привезти к дому и возле дома отца сжечь ее. Это я на Златову столкнул. Так это жестоко. А вот за это слово еще раз ответишь. Я видел, как в Таиланде мусульмане выдают замуж ее и надо смотреть. Гинеколог пришел, а она плащет, сидит, она не хочет, чтобы он то смотрел, что надо. Ее уговаривают и, наконец, она плащущая соглашается. Ее проверили, врач вышел, говорит, она настоящая девственница. И вот эти взрослые, тетки, как они обнимают друга, целуют, плащут. Они сохранили ее, они берегли ее. Где у нас у русских это было хотя бы за тысячу лет? Ну, вот оно где начинается. Ее с детства внушает сохранить тебя Бог. Есть такие у мусульман, она нарушила верность мужу, он к ней подошел, когда осуждена была, сунул гранат, вскочил, рванул, одни тряпки лежат. У них это не разрешается. Для того, и мусульман, чтобы по этой области нам кое-что подсказать. Вот посмотрите, говорит, на Божью Матерь, как она одета. Это самый настоящий мусульманский хиджаб. А он не мусульманский, он иудейский хиджаб. Ну, это не я же рисовал-то икону. И во всех иконах, видите, красная, а внизу зеленая. А ты еще нарисуй, тут грудь голая, нету этого. У нас приехала с Франции у Виктора жена, и она подарила кому? Фроси, кажется, подарила, да? Я нахожу. Какой? Платок-то идет. Ты? Да, нам съемки. Тебе нравится? Он хороший, но у нас не принято, мы говорим, не в храме, а здесь. Он все закрывает. Но у нас два платка. То есть, научиться мы можем очень многому. Если правильно, будем слушать. Я не знаю, достучался я до вас или нет, об этом говорил Виктор Андреевич, оставайтесь на занятии. Люди, которым не нужна община, только стоять, прийти здесь, они рано или поздно уходят. И уходят без благодарности. Наша община именно в том общине, что мы знаем беды друг друга. Их на собрании даже нет. Это неприятность. Благодарим Бога. Чеснопение, трапеза и занятия пустые. Благодарим Бога. Господь, да истекала истину, блажите тебя, Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с Серафим, без искрения Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тебе величаем. Прочитай, Ваня, прочитай, Валерий Тун. Прочитай громко. Защити, Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распий, от беззакония, которое втайне, осынови делающих зло, просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославно об Иисусе Христе. Господи, праведность труды Твоей над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, владыка жизни, что скрыли имя Твое, Бог и Егова, Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.